Ну что, во-первых, мне, конечно, хотелось бы уже дарить организаторов вот эту замечательную возможность в течение двух дней после окончания самого Конгресса или трёх дней представить уже осознанный, обдуманный, прочувствованный анализ огромного количества материалов, которые были представлены на Конгрессе. Это замечательная возможность проверить свои силы с точки зрения скорости анализа и обработки данных. Если говорить в целом о том, какое у меня оставил ощущение Конгресс, я знакомился с ним заочно, то моё ощущение, что этот год ознаменовался не попыткой заглянуть в будущее, не попыткой понять, что же будет дальше, не попыткой определить, куда же делать следующий шаг, а скорее попыткой обозначить то место, на котором мы сейчас находимся и уже сформировать достаточную, не так, обозначить достаточную доказательную базу для использования вот того, что было получено в течение последних лет. Безусловно, это касается и неводиуантного использования, это совершенно точно касается различных классов таргетных препаратов, а это касается расширения показаний для тех таргетных препаратов, которые уже показали свою эффективность при метастатическом заболевании. То есть, мы, скажем, трамбовываем почву в том месте, в котором, скажем, более или менее уже всё понятно, и просто мы получаем достаточные подтверждения для того, чтобы уже включать вот эти в прошлом году ещё новые рекомендации в нашу клиническую практику, в наши клинические рекомендации. Значит, довольно долгий был разговор в отношении резектабельного немелкоклеточного рака лёгкого. Безусловно, это очень интересная область. И, наверное, мне так кажется, что лечение пациентов, которые могут быть излечены, это довольно перспективная, благодарная область, в которую мы, конечно, должны вкладывать ресурсы, не ограничивая их. Здесь, с одной стороны, любопытно то, что очень много исследований с очень похожим дизайном было проведено в этом направлении. Занятно то, что в всех этих исследованиях получены очень сходные результаты, что подтверждает правильность гипотезы и того, что они все лишены были какой-то случайной характеристики. Тем не менее, были в них отдельные нюансы, которые, по-видимому, и будут дальше обсуждаться в качестве особенностей каждого конкретного режима. Например, в K-NOTE-671 с пембролизумабом в качестве основной цели включалась общая выживаемость. Во-вторых, в это исследование включались пациенты с активирующей мутацией. Из других подисследований они исключались. Например, в исследовании EGEN с дурболимабом исключались пациенты, которым нужно было выполнить пневмонокотомию. То есть, чуть-чуть разные группы, но в целом все было очень сильно похоже. И в этом году мы видим постепенное обновление тех результатов, которые были представлены в прошлом году. Большинство из этих исследований оказались позитивными с точки зрения увеличения времени до рецидива заболеваний, если говорить про всю группу включенных пациентов. Это вторая, третья стадия. И были позитивные с точки зрения частоты и вероятности полных патомофологических регрессов, которые существенно чаще наблюдались в группе с неодевантной химио-иммунотерапией. Как Михаил Дмитриевич заметил, чаще всего это 4 цикла, иногда это 3 цикла. Любопытно, Михаил Дмитриевич сказал, что исследование Checkmate было сделано для того, чтобы с таким необычным дизайном и только неодевантным этапом было сделано для того, чтобы как-то изучить конкретное влияние этого элемента лечения на его эффективность. Моё мнение, что маловероятно, что это так. К сожалению, я думаю, что в этом был совершенно прагматичный расчёт тех, кто проводил дизайн этого исследования, потому что, соответственно, лечение в группах было закончено на год раньше, и, соответственно, у коллег появилась раньше возможность провести анализ материала, то есть, оно раньше созрело. Соответственно, данные для Ниволумаба были представлены в первую очередь, и получилось, что это было вроде как первое исследование рандомизированным дизайном, которое показало эффективность неодевантного подхода, и, соответственно, все как бы сразу же говорят о нём. Так или иначе, значит, был проведён в этом году уже четырёхлетний апдейт этих результатов, сохраняется преимущество группы с неодевантным подходом, как с точки зрения безрецидивной выживаемости, так и в числовых значениях с точки зрения общей продолжительности жизни, пока эти данные статистической достоверности не достигли. Любопытное исследование было проведено с точки зрения анализа последующих этапов лечения у пациентов, которые получили неодевантный этап. И вот если обратить внимание на строчку с иммунотерапией, видно, что те пациенты, которые были рандомизированы в группу с неодевантным Ниволумабом, в два раза меньше получили иммунотерапии в последующем. Что, в общем, на это обращает внимание и коллеги, которые представляли это исследование, и нельзя не подумать о том, что, наверное, это такой существенный момент для последующей экономии этих препаратов, а сейчас, наверное, мы вынуждены обращать на это внимание. Немаловажный анализ, в этом году были представлены результаты подгруппового анализа наблюдения за пациентом в рамках этого исследования, и было показано, что преимущество достигается в обеих группах, и в группе цисплотина, и в группе карбоплотина. Причём там была совершена оговорка о том, что для того, чтобы назначить режим с карбоплотином неодевантным пациентам в рамках этого исследования требовалось согласования со спонсором исследования, с мониторами, с объяснением причин, почему же данный конкретно пациент не может получить карбоплотин. То есть, наверное, это были какие-то пациенты, если не с отягощённой патологией, ну, не совсем благополучные. И для них режим с карбоплотином оказался совершенно оптимальным, и преимущество оказалось, может быть, даже лучше, чем для группы цисплотин. Некоторые различия были наблюдать и для пациентов, которые получали и лобоктомию, и, как это неудивительно, пневмоноктомию. Мы помним, что выполнение пневмоноктомии при поражении 2 лимфатических узлов, возможно, не всегда является оптимальным. Ну и то, о чём уже говорил Михаил Дмитриевич, оценка циркулирующего обхолевой ДНК с точки зрения предсказания эффекта, точно так же пока подтверждает свою значимость. То есть, изучение достижения клиренса циркулирующего обхолевой ДНК в определённой степени предсказывает и достижение полного патоморфологического регресса, и, как следствие, увеличение продолжительности, оптимальные результаты лечения для данной группы пациентов. Всё это всё продолжается. К сожалению, я думаю, что история с циркулирующей опухолевой ДНК, хоть я и искренне в неё верю, она оказывается чуть более запутанной, чем нам хотелось бы. Я покажу это на примере с исследованием Адаура, где ситуация значительно проще, там есть активирующая мотация, то есть, у нас всегда есть возможность определить опухолевую циркулирующую ДНК, тем не менее, и там результаты получились не настолько однозначными. То исследование, о котором уже тоже говорил Михаил МИЧ, Checkmate 77Т, уверен, что это исследование, как спин-офф предыдущего исследования, было сделано совершенно точно для того, чтобы уже зарезервировать место в переоперационном режиме и для неволумаба тоже. Результаты были представлены в этом году, и в этом году был точно показан дополнительный анализ, мне он показался интересным, в котором было показано снижение стадии лимфатических узлов, поражённых до начала лечения. Вы видите, что довольно много пациентов из тех, у кого до начала лечения определялось поражение лимфатических узлов группы Н2, требовалась их верификация с помощью инвазивных методов, они достигали YPN0 статуса после проведения неводевантного этапа. Мне кажется, что это очень важный элемент, потому что мы до этого всегда с точки зрения частоты полных патомарфологических регрессов ориентировались на, в первую очередь, на изменение и уменьшение первичной опухоли. При этом вот та ситуация, которая мне, как пнехирургу, она, наверное, остаётся такой зыбкой для меня почвой, это поражение одного, резектабельность опухоли и резектабельность лимфатических узлов в случае поражения одной группы и нескольких групп лимфатических узлов. Я надеюсь, что Михаил Мич это прокомментирует, потому что пациенты и с одной, и с несколькими группами включались в это исследование, и преимущество было достигнуто для обеих групп, но для группы с множественным поражением лимфатических узлов, N2, которые получили неводевантный этап, для них преимущество было даже выше, чем для пациентов с одной группой поражений, которые, в общем, являлись исторически основной для проведения неводевантного лечения. Переходя к одевантной терапии, все вы помните результаты исследования Даура, которые прозвучали в прошлом году, и вот мой коллега об этом как раз тоже говорил, и, ну, в общем, они существенно изменили наше понимание возможностей таргетной терапии повлиять на вероятности, повысить вероятность излечения пациентов от злокачественной опухоли. И в этом году был представлен очень интересный анализ минимальной резидуальной болезни, которая наблюдалась у пациента в рамках этого исследования. Проводилось это следующим образом, до операции, точнее, после рандомизации пациенты рандомизировались после операции и после проведения химиотерапии, если такова проводилась. Пациентам проводилось исследование циркулирующей опухолевой ДНК, и, соответственно, пациенты, у которых она выявлялась, они оценивались как МРД-позитивные пациенты. При этом вы видите, что число таких пациентов, оно, в общем-то, было недавно, ну, как бы не очень велико. У большинства пациентов минимальное резидуальное заболевание не определялось. Ну, и очевидно, что большинство этих пациентов, они находились в группе высокого риска, в группе с третьей стадии, ну, и чуть меньше их было в группе со второй стадии. При этом вот правые графики показывают распределение выявленных случаев появления минимальной резидуальной болезни, это красные точки, на фоне уже лечения. Вы видите, что, конечно, значительно больше случаев появления циркулирующего опухолевого ДНК в ситуациях с пациентами, которые получали плацебо. Тем не менее, они были и на фоне одевантной терапии осимертенибов. В целом стало понятно, что появление циркулирующего опухолевого ДНК в минимальном объёме предшествует прогрессированию рецидива заболевания в среднем на 4,7 месяца, что, безусловно, важная информация. Ну, вот меня несколько смутили вот эти результаты. Получается, что, во-первых, пока мы однозначно ориентироваться на циркулирующую ДНК для того, чтобы определять всех пациентов на дальнейшее лечение мы, в общем-то, не можем, просто потому что вероятность её выявления этой ДНК относительно невысока. Во-вторых, увидеть, что у части пациентов, получая сколько процентов, 17% было выявлено появление циркулирующего опухолевого ДНК на фоне уже лечения или после окончания лечения. И у 58% это было в течение менее чем 12 месяцев. То есть, получается, что был включён пациент, у которого не было минимальной резидуальной болезни, которого радикально прооперировали, пускай он получил химиотерапию, и дальше он замечательно получал оси мертениб в течение положенных ему трёх лет. И у него на этом фоне абсолютно ничего не выявлялось, у него всё было благополучно. И формально мы можем считать его излеченным, а выясняется, что в течение 12 месяцев после окончания лечения у него появляется циркулирующая опухоль в ДНК и возникает рецидив заболевания. То есть, оказывается, что вот эта история с определением циркулирующей опухоли в ДНК совершенно не помогает нам отделить тех пациентов, которые и ранжировать риск по возникновению рецидива. Следующий момент любопытный, я, к сожалению, не успел послушать презентацию выступления, где коллеги рассказывали бы об этом исследовании, а что важнее даже послушать, как комментируют и обсуждают эту работу. Но это исследование, в котором ингибитор первого поколения, кинетиниб, изучался в одевантном режиме у пациентов с патологической стадии 2-3-я. То есть, это очень похоже на дизайн, на то, что мы наблюдали в многих исследованиях с гефитинибом и с арлатинибом. Мы знаем, что большинство из них оказались негативны с точки зрения общей продолжительности жизни. Так вот, в этом исследовании сравнивалось два рукава 12-месячный и 6-месячный. Ну и что очевидно, безрецидивная выживаемость оказалась лучшей в группе лечения, это левый график. А вот правый график – это увеличение общей продолжительности жизни. Оказалось, что 12 месяцев терапии вот этим ингибитором первого поколения, оказывается, я не сравнивал это с осиммертинибом, но, в общем-то, значительно лучше, чем наблюдение, и, соответственно, сразу же возникает вопрос о том, стоило ли так сильно заморачиваться с тремя годами осиммертиниба, чтобы показать эту разницу, когда коллеги смогли бы за год терапии ингибитором первого поколения достичь, ну и не похожих, сходных по тенденции результатов. То есть, это, конечно, очень любопытно, и я обещаю вам, что я послушаю, что же по этому поводу говорят коллеги, и как же так замечательно получилось, в несколько в разрез с тем, что мы знали до этого. Переходя к следующему этапу, третьей стадии заболевания, здесь, конечно, оптимальный подход на настоящий момент, который позволяет третьим пациентам жить без рецидива в течение 5 лет, 40% пациентам, в принципе, жить в течение пяти лет после окончания лечения, это проведение одномоментной химио-лучевой терапии с последующей поддерживающей терапией дроволемапом в течение года. Это уже такой основополагающий краеугольный камень нашего лечения, к которому мы стараемся подвести большинство наших пациентов. Ну вот, то, что мне кажется интересной тенденцией последнего времени, это вот, ну, как раз Константинович и Михаил Дмитриевич обсуждали вопрос по поводу вот серой зоны и что подразумевается под балки, размер ли это, или это инвазивность. Мне кажется, что это, ну, вот это тот вопрос, который нужно будет решить в течение этого года для себя, во всяком случае, как-то. Потому что всё движется к расширению показаний для неводиуантного лечения. То есть, вероятнее всего, в группу, да, и, кстати, этом уже в эту же сторону говорят и результаты опроса вот в рамках того консорциума, о котором уже сегодня тоже упоминалось. Там ведь большинство хирургов сказали, что они готовы оперировать заболевание, которое не было резектабельным, а стало резектабельным после неводиуантной химиоиммунотерапии. То есть, ну, там отдельно не уточнялся вопрос, как же они собираются проходить по зоне, которая раньше была опухолевой, как это оценивать, ну, и так далее. Но, тем не менее, большинство из них готовы использовать неводиуантный этап для того, чтобы снижать стадию болезни и потом выполнять хирургическое лечение. Соответственно, пациентов, которые пограничны резектабельные, у которых мы надеемся на резектабельность, но которые не достигают этого этапа, их будет больше. И, соответственно, тот вопрос, который предполагается решить, предполагает решить Мартин Репп в исследовании МГТ-Бридж, когда пациенты после неводиуантного этапа с друрулюмабом, они в зависимости от решения мультисменарной комиссии получают либо хирургическое лечение, либо уже химио-лучевую терапию, и дальше этим пациентам проводится послеоперационный либо одиуантный этап, либо после поддерживающей терапии, иммунотерапии после химио-лучевого этапа. Так вот, вот этот вопрос, он, как бы влияние вот этого предоперационного этапа химио-лучевой терапии, последующей поддерживающей терапии неволомабом был изучен в рамках японского исследования. И то, что мне показалось очень интересным, это те результаты, которые были получены. Самое большое преимущество было достигнуто, конечно, для стадий, которые, наверное, даже потенциально не могут являться резиктабельным, третье B, третье C, там влияние после вот этой поддерживающей иммунотерапии, оно было самым оптимальным. Но что интересно? Интересно, в общем-то, одно из возможных объяснений неуспешности исследования Pacific 4, потому что всё зависело от того, каких пациентов мы подвергаем вот этой поддерживающей иммунотерапии. И оказывается, что этот подход, от него в первую очередь выигрывают пациенты, которые отвечают на вот этот этап лечения до начала уже поддерживающего этапа. Пациенты, которые не отвечают на него, соответственно, никакого преимущества от него не получают, и вполне возможно, поэтому Pacific был успешным, а Pacific 4 не настолько успешным, насколько нам бы хотелось. Но мне кажется, что вот это исследование, оно задаёт какой-то альтернативный вариант тому, как могут развиваться события. Мы планировали пациенту сделать резекцию, выполнили ему 4 цикла, но она была не настолько успешная, либо какие-то другие обстоятельства сложились. Соответственно, мы вынуждены переключить пациента на химио-лучевую терапию. Ему проводится химио-лучевая терапия, и это тоже одна из возможных опций, которая даёт, ну пускай не такие хорошие, ведь всего получается 70% время без прогрессирования в течение 18 месяцев. Напомню, там 70% было в группах, 73% было через 36 месяцев, но тем не менее, то есть всё равно это какой-то результат, который мы можем сравнить и понять, насколько он менее или более желательный. Да, ну и соответственно, для всех пациентов в целом поддержившую терапию не улыбам, но после вот такого этапа лечения она позитивно отражается на общей продолжительности жизни. Мы точно знаем, что пациентам с активирующими мутациями проведение поддерживающего режима Дурболимбаба не позволяет достичь оптимальных результатов. И в этом году были представлены те данные, которые давно уже мы ждали, Девилович говорил, что он давно уже всем так делает, это данные поддерживающей терапии у семертенибума пациента после проведения химио-лучевого лечения. Ну и эти результаты, они были названы прорывными, ну и в общем, наверное, не без оснований. Такое вот различие во времени до прогрессирования, оно действительно впечатляет. И мне кажется, что это должно быть тем изменением, которое мы должны сформировать сейчас в головах. То есть теперь после химио-лучевой терапии мы должны рассматривать таргетную терапию в первую очередь. Как это будет связано с общей продолжительностью жизни, мне сказать сложно, потому что здесь уж тем более, если в отношении Адаура мы говорили ещё про какое-то излечение, то в отношении третьей стадии мы, конечно, говорим про раннее начало таргетной терапии и его влияние на продолжительность жизни пациента. Наверное, какое-то будет выявлено, и, соответственно, его можно будет использовать как аргумент для того, чтобы начинать эту таргетную терапию чуть раньше. Естественно, что левый график осиммертинии обладает великолепной эндокраниальной активностью, и, соответственно, предотвращало возникновение очагов. А что было для меня удивительно, это то, что не была такая астрономически высокая вероятность пульмонитов. То, что мы наблюдали, когда участвовали в этом исследовании, что у трёх из четырёх пациентов, которых мы включили, были такие пульмониты, что нам приходилось приостанавливать даже осиммертинии. Тем не менее, по результатам исследований, таких уж выраженных различий в токсичности, добавление осиммертинии бы не приносило. И мне показались интересными данные, которые представил индийский доктор из Еля. Он показал ретроспективный анализ относительно небольшого, но, по-видимому, сложно было найти пациентов с транслокацией мелка и третьей стадии болезни, которые, соответственно, получали различные варианты лечения, вы видите, что многие получали и консолидацию дуролюмабом, и консолидацию TKI, хоть это и абсолютно не стандарт, при этом разные препараты использовались. И вот какие результаты были получены. Безусловно, подход, который продемонстрировал свою эффективность исследований Лаура, он подходит, по-видимому, и для пациентов с транслокацией АМИА-ЛК. Об этом говорит однозначно ретроспективный анализ увеличения времени до прогрессирования, да, и, в общем, некоторое увеличение общей продолжительности жизни, которую мы наблюдаем у пациентов с транслокацией. Прорывным в этом году, я уже, прошу прощения, перебираю время, но я ещё попрошу буквально 5 минут, я попытаюсь уложиться. Прорывным в этом году, конечно, можно считать изменения таргетной терапии, уже системной, в паллиативном режиме, потому что были продемонстрированы исследования Лор-Латиниба в исследовании Крау. Мне интересно, знаете ли вы, что этот анализ, он не был обязательным, он был дополнительным, и один из исследований, Бенджамин Соломон из Австралии, он убедил представителей этого исследования из компании Pfizer, что этот анализ нужно сделать, обещал им, что они не пожалеют о его результатах, и, соответственно, конечно, они не пожалеют, потому что эти кривые говорят сами за себя, и, наверное, отсутствие интерколеального прогрессирования в течение 5 лет у 92% пациентов для ЛК-позитивного рака лёгкого, в общем, формирует какой-то новый современный стандарт, во-первых, а во-вторых, как-то очень сильно приближает нас к тому, что я в своё время, точнее, Владимир Михайлович всегда говорил про хронизацию течения опухоли. Михаил Иванович очень негативно комментировал, когда я, отвечая на вопрос на своей защите, сказал о том, что, может быть, когда-то опухоль станет хроническим заболеванием. Мне кажется, что вот эти кривые всё-таки приближают нас, наверное, к тому, что, по крайней мере, ЛК-позитивный рак лёгкого может стать хроническим заболеванием, и вполне возможно, что в ближайшем будущем не будет влиять на продолжительность жизни пациентов, у которых он выявлен. Любопытно, что, к сожалению, пока сохраняется различие в эффективности для разных вариантов транслокации, во-первых, во-вторых, для пациентов с мутациями и без мутации TP53. Соответственно, наверное, этому должны будут посвящены быть развитие следующих ингибиторов, возможно, пятого поколения, которые будут одинаково эффективны при разных вариантах транслокации и будут как-то активировать TP53. С точки зрения, в поле с IGFR ингибированием активно муссируется вопрос с выделением подгруппы пациентов с негативным прогнозом, и этому была посвящена одна из ретроспективных работ, где коллеги проанализировали всех пациентов, которые получали лечение в их центре, ну, это довольно много, кстати, около несколько тысяч пациентов, которые получали лечение осиммертинибом, а не несколько тысяч, несколько сотен получали лечение осиммертинибом, они разъявлялись по числу висцеральных метастазов и по числу, в принципе, метастатических очагов. Ну, они были объединены в группу для висцеральных метастазов на 1, 4, 5, 9 и больше 10, и вы видите, что максимальные хорошие результаты с точки зрения общего времени до прогрессирования на фоне монотерапии осиммертиниба были получены для группы с минимальным объёмом поражения. То есть, в общем-то, это объясняет нам необходимость какого-то более интенсивного режима, который уже в прошлом году был представлен в исследовании Флаура-2, и было показано, что для больных с негативным прогнозом, с поражением центральной нервной системы преимущество имеет комбинированное использование АПФРОН химиотаргетной терапии. А в этом году был представлен довольно детальный анализ для пациентов с негативным прогнозом альтернативного режима, аминтомап с лазертенибом, это ингибитор третьего поколения из Кореи, и было показано, что подобное преимущество с точки зрения результатов лечения от использования более агрессивного двойного режима имеют пациенты и с поражением головного мозга, это верхние два графика, и с поражением печени, это нижние два графика, и с ТП-53 мутациями, и даже те пациенты, у которых не происходит клиренс циркулирующего опухолевого ДНК через девять недель от начала лечения. Напомню, что эта группа обладает самым катастрофически плохим прогнозом, во всяком случае, если мы говорим про монотерапию осимертенибом, и их перспектива – это не больше, чем шесть месяцев продолжительности эффекта. Поэтому мне кажется, что очевидно, что для части пациентов мы должны уже АПФРОН стараться интенсифицировать лечение, просто для того, чтобы продлить их длительность терапии осимертенибом и, соответственно, обеспечить им хороший результат. Любопытная работа была представлена в отношении подкожного мионтамаба, оказывается, что эти антитела можно выводить подкожно, если там небольшой объём, то можно, в принципе, обойтись даже и без гелорнидазы, то есть, небольшой объём можно и так вводить подкожно. Так вот, в исследовании мионтамаба, это пациенты уже, которые прогрессировали на фоне ингибиторов и ГФР, оказалось, что подкожная форма показывает даже более хорошие результаты. Медиана общей продолжительности жизни не достигнута, а вот для времени до прогрессирования 6,1 против 4,3 месяцев. Честно говоря, сложно предположить механизмы, почему так получилось, но, тем не менее, это любопытное наблюдение, потому что подкожный вариант будет значительно лучше, и, что любопытно, на его фоне было значительно меньше реакций, которые возникают, инфузионных реакций, которые возникают на мионтамабе и требуют довольно тщательного наблюдения за пациентами на фоне первых трёх введений. Пока, к сожалению, безуспешно продолжается история с регибиторами КЕРАС. У меня совсем уже немного осталось сайтов увидеть, что в первой линии комбинация с Тарасибом, с химиотерапией позволило достичь его 6,6 месяцев, и интересные моменты появляются в отношении использования классических стандартных режимов пациентов с активирующей мутацией. Например, вот в этом поданализе ретроспективно было показано, что пациенты с транслокациями РЕД неожиданно много выигрывают от добавления биоцизумама к стандартной цитостатической терапии. Вы видите, что с точки зрения времени до прогрессирования результаты для биоцизумама были чуть ли не в полтора раза лучше, чем для комбинации даже с ингибиторами контрольных точек. Пока немного приостановилась вот эта волна исследований с коньюгатами. Мы наблюдаем только продолжение тех исследований, которые были показаны ранее. Одно из них – это исследование троп-2 ингибитора с ацитузумама гавитекана и пембролизумаба в первую линию пациентов с экспрессией PDL больше 50%. Здесь были получены неплохие результаты с точки зрения частоты объективных ответов больше 70% и с точки зрения времени до прогрессирования. 13 месяцев я для сравнения посмотрел. В исследовании Checkmate K-Note 0.24 медиана времени до прогрессирования было 7 месяцев. То есть, в общем, это, возможно, неплохое увеличение для не всех, но части пациентов, которые позволяют им прожить, увеличить длительность экспозиции к пембролизумабу. Несколько таких ретроспективных работ, которые мне понравились, и они подтверждают наше наблюдение в отношении того, как лучше лечить пациентов. Напомню, что лучшие результаты получаются у пациентов, которые лечатся утром. Напомню, что в этой работе оценивалось влияние позднего начала терапии ингибиторами контрольных точек. То есть, начало терапии более чем через 30 дней после постановки диагноза, по-видимому, в связи с какими-то проблемами, которые возникали у пациентов. И это, конечно, значительно ухудшает использование, фактически полностью убирает тот эффект, который мы получаем от использования иммунотерапии. Постепенно мы двигаемся к использованию вкусного интеллекта в прогнозировании эффекта. Одно из этих направлений – это использование изображений патоморфологических сканов, о чём позавчера на конференции общества группы Льманова говорила Анна Сергеевна. И использование рентгенологических сканков для того, чтобы предсказывать эффекты иммунотерапии. Несколько работ были этим посвящены, ну и большинство из них смогли с определённой вероятностью предсказывать эффект иммунотерапии на основании вот этого бейзлайна анализа изображений. Интересная работа, которая может быть использована в практике просто для понимания того, что происходит, это вероятность отдалённых осложнений, которые могут возникать у пациентов на фоне лечения более чем в течение двух лет. Вы видите, что немного пациентов продолжали это лечение, с 388 только 76, и из них у половины наблюдались осложнения, которые отсроченные осложнения. Большинство из них были первой-второй степени, многие были кожные со стороны ЖКТ и со стороны костно-мышечной системы. Но, тем не менее, получается, что у 6% пациентов, все которые начинали, лечения, долгосрочные нежелательные явления будут далее наблюдаться. То есть, это тот груз токсичности, который мы будем нести для тех пациентов, у которых наблюдается длительный эффект от терапии ингибиторами контрольных точек. Я вот так резко, внезапно закончил, просто для того, чтобы не перебирать время. Большое спасибо. Спасибо.